добрый день друзья приветствую вас в городе курорте анапа в нашей квартире мы продолжаем здесь ремонт и следующим этапом ремонта будет электрика в нашем проекте ремонт на халяву решила поучаствовать компания новый дом в лице евгения пустынникова у него есть одноименный канал на ю тубе евгений здравствуйте расскажите о себе чем вы занимает наша компания занимается ремонтами в городе курорте анапа вот и мы решили поучаствовать в проекте юрия ремонт на халяву решили сделать ему электрику вот мы уже все закупили все материалы сейчас все покажем ждем ваших комментариев это очень важно примеры работы у ребят есть на канале у них там уже больше 20 видео сюжетов про ремонт квартир там магазинов в анапе и всего-всего остального также не ведут сейчас несколько квартир во времена года как мы познакомились ну все ссылочки будут в описании и я вам буду искренне благодарен если вы зайдете к ним и подпишитесь на их канал и так ну если быть честным то 49 тысяч 125 рублей ну плюс бензин то на то в принципе и выйдет покупали в анапской ну и кто электрика занимается в принципе должны знать этот магазин и выглядит это вот так то есть если что-то не то не так вы напишите в комментариях будет очень интересно вас послушать так у нас кабель идет concord ввгп нг 3 по два с половиной здесь 200 метров бухта то есть вместе мы с полторашки взяли кабеля получается 350 метров отдельно кабель еще на плиту зайдет у нас распаечные коробки для крепления на потолочке коробки шнайдеровские то есть они чем удобно что у них крепления для собрания групп имеется сразу не надо собирать там как бывает очень много там систем которые пластика разваливается трудно вкрепление здесь вставили и они крепко держится дальше мы взяли негорючую витую пару у нее скидка просто тупо было поэтому была взята она так здесь смотрите а в б то есть немецкое премиум качество мне написали что может быть китайская подделка но я надеюсь что нет у денег друга бы это все стоило если кто-то знает как определить тоже буду очень рад вашим комментариям сам ящик у нас об и бэшной потом его когда будем монтировать уже распакуем вам покажем количество автоматов это у нас 4 узо те самые которых мы тоже говорили оба б то есть ценники смотрите в прайсе кому интересует перематывайте назад здесь у нас труба гофра она не горючая гофра будет от щитков полностью документационных коробок и дальше от них до розеток будем стену закладывать тоже гофру поэтому и в принципе так много ну и для своботочки то есть для этой пары мы взяли оранжевую гофру чтобы это защитить от механических повреждений их выделить это вот леграндовские для соединения щитков более безопасные вещи чтобы не уменьшить шанс даже в щитке коротнуть и собственно на на самое светящийся электронные низ на что хотелось бы добавить то есть у них изначально да то есть разговаривали они говорят что на черновой материал обычно на такую квартиру от 15 до 20 до вас выходит то есть материал почему вышел столько у меня потому что реализуем все мои хотелки то есть я вижу свою электрику именно так вы возможно сделаете там две коробки на всю квартиру либо сделаете там одним проводом все заведете и один автомат на вкал вкал поэтому карта решает сам для себя какой электрику ему там делать ну ребята молодцы то есть посоветовали мы обсудили да там плюсы и минусы допустим если взять регран то есть российского производства либо абб премиум качества да там шнайдер и так далее то есть обсудили все плюсы и минусы и пришли к выводу что возьмем премиум потому что у меня экономия идет на работе и принципе делаем это на раз и на всю жизнь и это того стоит чтобы вложиться если кто-то делает на продажу квартиру там либо на сдачу соответственно вам такого и не надо общаюсь вот с валентиной прищепой своих подписчица постоянно я кручу привета она вообще сказал что на черновую электрику ушло 200 тысяч рублей на эту работу по установке электрики черновой электрики на квартире сейчас мы будем забуриваться полностью сделаем все дырки под под розетники и будем потихонечку размечать трассы под гофру итак чтобы у нас все розетки были в одном уровне мы сначала порой и прочертили линию и отметили нужное нам расстояние чтобы потом без проблем у нас стали коробочки туда вымеряем гофру сразу же это гофра у нас под слаботочку как раз таки тот момент где у нас пойдет именно на подоконник витая пара итак у нас появляется первая трасса сначала разводим их по потолку сейчас павел производит крепление хомутами гофры слаботочка в которой спрятана у нас я не рассказывал в предыдущем видео она у нас уже изначально не горючая и заводим щитков эту комнату у нас придет три слаботочки чтобы понимали он так красиво выглядит первая линия и сейчас будет линия уже непосредственно в телевизор в это время евгений у нас на кухне делает дырки под под розетники как происходит крепление перфоратором шестерочка сверлом засверливается дырочка и на хомут можно один хомут покажу и на хомут мы затягиваем эта стяжка называется хомут кто сталкивается с электрикой очень часто их использует она уже туда намертво залазит и выдернуть ее практически невозможно только обрезать у нас к сожалению нету возможности как у известных видеоблогеров по ремонту использовать какие-нибудь хилки и пристреливать трассу под крепление под гофру потому что мы посчитали это нереально дорого вот с таким методом решаем этот вопрос именно так вот происходит рядышком пробиваются дырочки примерно через 40 сантиметров и дальше уже на стяжках файл фиксирует их непосредственно к потолку дюбель хомута это здесь у нас под телевизор придет тем временем евгений потихонечку подготавливает под розетники здесь они у нас блок попадают на панели там под холодильничек и уже непосредственно вычищает их сразу проверяем чтобы все четенько садилось лучше говорится всегда с запасом и он непосредственно под телевизор мы установили первую распаечную коробку всего их у нас будет три с нее с этой пойдут у нас сюда тут будет еще одна распаечная здесь два провода опуститься вниз получается на нижний и верхний ярус чтобы не перекидывать шлейф через розетку так как будет провода из коробки гораздо больше ну лучше коммутация и дальше будет еще одна распаечная коробка от нее будет расход туда на подоконник и сюда на телевизор а с этой еще распаечной коробки идут розетки на провода почему делаем с одной он вот эту розетку то есть на провода уйдет почему делаем в одной распаечной коробки я вам объясню в конце выводы у нас остаются под скрутку на где-то 6 сантиметров и провода потом будут провариваться теперь почему у нас коробок не одна не там на квартиру грубо говоря да на комнату будет три потому что когда приходит больше трех-четырех проводов они очень тяжело провариваются начинает гореть оплетка и так далее то есть поэтому три-четыре это максимум он здесь мы подошли получается линии у нас отсюда один основной провод зашел и два провода ушли вниз к розеткам то есть один на пять розеток объясняю почему здесь не заводим на каждый потому что здесь у меня будут максимум зарядные устройства то есть я не собираюсь сюда колорифик подключать там или какое-то тяжелое освещение потому что на принципе сейчас все светодиодное если что поэтому сильного напряжения не будет нам 2,5 квадрата в принципе хватит и вниз опускается тоже один отдельный провод потому что там будет уже через сетевой фильтр непосредственно подключаться компьютер к монитор и так далее то есть чтобы разгрузить провода мы сделали таким методом и дальше у нас вот уже уходит основной придет сюда вот это как бы основная коробка с нее ушло на эти две розетки уйдет на следующие розетки и основной провод зайдет сюда а там будет расход на две розетки мы начинаем делать зарезы под гофр и получается вот так вот потом это будем выбивать эмператором и заводить провода отметили уже всю комнату и все где пройдут у нас гофры я тоже помогаю держу сванк чтобы полегче было так что я тоже при деле имеете это ввиду так мы зашли уже в спальню у нас полностью сделана разводка в зале сейчас туда пройдем а здесь у нас евгений занимается как раз штробами давайте посмотрим что у нас готова в спальной в зале прошу прощения путаюсь в комнатах не привык еще так смотрите у нас полностью сделана разводка по потолку выглядит это вот так вот вы сейчас можете видеть количество распаячных коробок и здесь их четыре штуки то есть одна под свет у нас идет и три под электрику там в углу электрика здесь электрика и здесь электрика то на входе у нас получается именно распайка под свет у нас будет в зоне света здесь один и там сейчас это все видно сюда нам осталось зайти только со штроборезом и сделать штробы чтобы заложить в них гофр и непосредственно мы продолжаем нашу работу и первый провод у нас заходит сюда это именно вывод под кондиционер отдельная автомат все дела и так после того как мы сделали штробы мы их потихонечку зачищаем выбиваем таким вот местным перфоратором здесь у нас два провода будет опускаться и поэтому вычищаем под два подвигов самое главное то есть видите вот когда он выбил неровно тут уже подробно туда зачищена то есть потом вы даете возможность чтобы гофра лежала ровно надо вычищать полностью всю штробу ну покажи так это мы выполняем монтаж проводов гофри уже получается идет освещение и окоплены если менее сантиметра до штукатурки у нас получается он ваш подожди не звучит то есть смотрите мы насверливаем дырочки вот как сейчас павел делает и потом такими покажи мне одну как выглядел таким зажимом зажимаем гофру непосредственно туда при этом ее выравниваем чтобы она нигде не торчала так как провод у нас имеет такое свойство изгибаться поэтому сразу сначала подготавливаем потом задавлю на сейчас начинается самая важная работа потихонечку еще не все даже точки завели но он начинает засверливать дырочки и укладывать основной кабель моя работа не говорили так нельзя но мне немножко можно этот временный свет появился тоже чувствуем граждане электрики именно за этот момент потом покусают потихонечку все гофры причем мы здесь специально сделали гораздо глубже здесь около четырех сантиметров получится раствора от каждой гофры убираем что санузлов хотелось бы отметить тот важный факт что все распаечные коробки делаются непосредственно перед санузлами ни в коем случае не в мокрой зоне чтобы влага не привела к окислению проводов так очень важный момент мы подошли сейчас снимаем оплетку с проводов то используем специальный зачистной чтобы не повредить провода именно при снятии так как многие используют ножик и бывают в этом месте потом провод именно обламывается признаки оплетки правда у нас гостовский поэтому как бы изоляции слезает с них довольно таки сложно собираем все провода в кучу и делаем скрутку у нас получается она должна быть больше пяти сантиметров это обязательное условие так вот уже выглядит готовая скрутка именно к свариванию просила же следующим моментом качественной хорошей электрики является проварка проводов чтобы они стали единым целым мы их сварим графитовым стержнем и получаем можно сказать монолитное соединение мастер делаю такую капельку и все правда навсегда вместе нам надо сделать изоляцию проводов после того как они остыли и проварены мы взяли специальные кремоусадочные пленки взяли десятку под провод два с половиной и феном ее уже прогоняем это гораздо быстрее чем изолентой и гораздо более качественно все уже в провод ничего не попадет таким же методом соединяем все остальные тем более они эти у нас все остальные изоляции имеют еще и подсветки проводов которые вы соединяли укладка проводов непосредственно в распаечной коробке тоже очень важное действие чтобы все хорошо красиво и поместилось у нас пришлось сюда 4 провода и это уже максимально для распаечной для удобного и комфортного ее использования и закрываем крышечкой все распаечная коробочка полностью готова именно таким методом надо пройтись полностью по всем коробкам да мы сейчас теперь покажем вам как правильно устанавливаться подрозетники во первых по уровню чертится линия делятся отверстия у нас шнайдер подрозетники от этого до этого места у них 7 сантиметров то есть мы делали поэтому насечки 7 сантиметров и заходили туда буром потом это все очищается вметается далее мы берем обязательно чтобы было все влажное потому что иначе гипс может из-за пыли не прийти то есть пролили его сверху снизу течет ничего страшного крепче будет далее мы уже будем их размазывать при помощи роббанд кнауф очень важно чтобы по всей поверхности у нас он был чтоб со всех сторон был подрозетник приклеен именно к стене при этом очень важно перед тем как вы приступаете к замазыванию вообще ко всему понимаете подрозетник чтобы он вас полностью подходил заходил еще сверху на них производим намазание и теперь одеваем на правда также от гофра чтобы у нас непосредственно подходила к дырочке и еще очень важный момент чтобы она не цепляла потому что при покрывании потом у нас будет цепляться и также сможем от крепления до крепления по уровню чтобы все попадало четко бывает такое что при сверлении несмотря что вы делали все по уровню одна из коробок ушла собственно все просто лица гениальная пользуйтесь итак друзья закончили мы установку розеток в первую очередь хочется сказать огромное спасибо всем советчикам кто с той стороны давал дельные нужные важные советы а также евгению вместе с его главным электриком в анапе по-другому не назвать его молодец красавчик ему огромнейшее спасибо сделали от души именно так как я просил то есть не думайте что электрик приходит и начинает говорить все у вас будет вот так и никак иначе здесь 99 процентов решений именно как хочу я а дальше уже уже как реализация была на ребятах поэтому у нас получилось столько автоматов евгений вы довольны вообще своей работы выполнены конечно конечно довольны все мы постарались сделать как можно качественней показать на что мы можем что на что способны вернее вот и как бы приняли участие самое главное в таком проекте ремонт на халяву многими же там 10 слов кстати на халяву но на халяву это для того чтобы привлекать внимание на самом деле чтобы было интересно посмотреть как можно вообще сделать своими руками и максимально подробно мы вам об этом рассказываем сейчас я вам на своем канале расскажу о том что у нас здесь сделано и как реализована вся моя мечта в легкой так сказать душа квартиры потому что без электрики квартира не живет итак давайте я вас попробую так сказать осведомить о том что у нас здесь происходит у нас стоит на щечке 63 автомат и провод 6 квадратов заводит электрику в квартиру что дальше происходит у нас есть основной автомата пятидесятка во-первых у нас щиток а бб и вся полностью группа автоматов тоже а бб все брали оригинальные не китайские подделки то есть ну было принято решение не экономить вот на этих моментах здесь у нас после него стоит релешка которая контролирует перепады напряжения при которых она обрубит нам электрику также при отключении и включении это релешка у нас дает несколько минуту грубо говоря прежде чем включают электрику в квартире для чего это сделано вроде бы кажется ну какие-то заморочки еще там ждать не ждать но когда подается питание в сеть у нас она всегда идет скачками то есть пока подключится потребители то есть мощность большая чтобы не выгорали приборы лучше там вот эту минуту чтобы подождала электрика потом уже когда подравняется она срабатывала и включала подавала питание в сеть это очень важный момент потому что от высокого напряжения горят приборы также как и от низкого и поэтому нас видите даже не 220 230 а когда мы установили было 235 стабильно сейчас видите немножечко пола 230 231 наверное появляются какие-то дополнительные потребители у нас сети и поэтому вот меняется напряжение далее у нас это отдельно на духовку и группа из десятых автоматов идет на свет в каждую комнату у нас вся квартира разделена на группы то есть у нас везде в каждом помещении отдельно работ автомат идет на свет и отдельно автомат идет на розетки то есть это вот общее разделение для чего это делалось что есть если допустим у вас где-то в квартире ну вот надо поменять лампочку берете в розетку вот допустим нас здесь будет дополнительной розетки там перед входом до втыкаете настольную лампу поставили светить и при свете меняете лампочку то есть вы не отрубайте свет везде во всей квартире то есть у остыханных комнатах вас тоже все горит и спокойно пошли нашли то что вам надо плюс мы уменьшили ампераж автоматов это соответственно мы сделали меньше нагрузку на провода то есть при переливах при коротких замыканиях будет нагрузка идти на определенную линию и автоматы будут срабатывать быстрее гораздо это тоже очень важный тонкий момент кто-то ставит один автомат на свет на всю квартиру кто-то вообще один автомат на вот и все и вся электрика работает от него у каждого свое понимание того как это должно работать нету правильных неправильных решений есть идеал которому хочется всегда стремиться далее у нас есть четыре узлов квартире для чего это сделано то есть узо у нас идет по 40 ампер то есть мы заменим занизили ампераж у них чтобы они срабатывали при низких напряжениях и не срабатывали при нагрузке других приборов от чего защищает узо плюс автомат от первых плюс автомате от коротких замыканий перегрева линии а также от утечек тока непосредственно защищает именно само узо можно было сократить поставить также один узо либо вообще сказать то у нас там диф автомат стоит потому что это действительно дорого многие говорили там ту кнопка тепло на тепло который срабатывает вот все кнопочки все есть все оригинально все бб стоит очень дорого то есть именно по-моему около 2000 одно узо если не ошибаюсь не судя здесь я воспользуюсь подсказкой как мы раскинули узо потому что все в голове пока удержать очень сложно в дальнейшем и подпишем все автомат но это будет в дальнейшем ну что вдруг чуть-чуть передел такой тоже возможно у нас вы по пути в квартире это было первое узо у нас духовой шкаф кухня розетки холодильник и теплый пол это именно кухонная зона второе узо ванная получается у нас посудомоечная машина и водонагреватель идет третье узо у нас комната розетки коридор розетки и третье узо у нас на туалет и теплый пол получается вот так вот разделили чтобы уменьшить напряжение именно с самих узлов также на каждую комнату коридор кухню ванну у нас отдельный автомат мощностью на 16 ампер идет именно на розетки то есть чтобы это все работало также у нас 20 автомата идут на кондиционер кондиционера у нас три то есть на каждый кондиционер проведен свой провод и подключенную через автомат то есть также можно контролировать включение отключения отсюда потому что розеток на кондиционерах не будет они будут под корпусом спрятаны на каждый теплый пол у нас свой автомат отдельный автомат на холодильник отдельный автомат у нас идет в все перечислил то есть уже теперь можете обратить внимание вся проводка у нас выполнена в гофре то есть мы взяли под слабо . розовую гофру она горючая это гофра то есть электрику я вообще крайне не советую в ней проводить а хоть у нас провода и не горючие сами но вот это кофе мы просто для того чтобы сделать более эстетично красиво и отделить слабо . от основных линии электрики сделали ее в оранжевом цвете то есть если будет пожар гореть будет в принципе все но вот эта серенькая гофра самая дешевая она не горючая для чего провода делаются в гофре не существует поверят что если вдруг где-то вас там перебьете провод вы сможете через гофру его поменять на самом деле при использовании гостовских проводов я слабо верю в это то что получится сделать такое ну корица надежда умирает последние вообще основная функция гофры для это для того чтобы во время всех работ не повредились провода ну и выглядел это более все симпатично и интересно мы сделали именно так потратили дополнительные деньги дополнительное время нервы соседей потому что под гофры пришлось ну раздалбливать еще больше стен чтобы это все было размещено именно правильно далее давайте теперь пройдемся именно по всем линиям которые проходят у нас покажи пожалуйста евгений что у нас наверху можете наблюдать как мы развели полностью линии в каждую комнату у нас уходит минимум по две линии 1 свет 1 розетки и также уходит еще и линия получается оборанжевая это именно слабо . под вернет кабеля у нас полностью в квартире пойдем только ты должен из коридора начнем полностью в квартире отказан взялись от коаксиального кабеля потому что практика показывает у меня на квартире в которой мы живем в общаге сейчас там обрезали антенны на крышах и мы в принципе не пользуемся вообще телевизионным кабелем то есть мы включаем через там флешку либо через evernet кабель какие-то там видео сюжеты тот же самый youtube выводим фильм из компьютера и смотрим их на телевизор телевизор это как экран как экран компьютера или еще чего-либо для получения эфирного канала совершенно ненужная вещь поэтому мы решили отказаться от этого не увидел я смысла я и спрашивал вас друзья и большинство писали что не надо кто-то говорил спутникова это всю жизнь живу без него мне 150 каналов не надо я сам себе тв поэтому то же самое от этого отказываемся давайте с коридором здесь у нас ну как я сказал отдельная выключатель отдельный автомат на все розетки по коридору ну и дополнительно вот здесь у нас сделан теплый пол на него свой автомат сейчас вот именно через него у нас подключены временные розетки в квартире мы повесили еще туда автомат который оставил изначально просто так чтобы не делать соединительных никаких также сюда в квартиру мы завели получается пробот под домофон сделали запас и надеюсь что домофон у нас появится потому что за домофон мы в принципе платим деньги далее здесь у нас сделаны под розетки здесь у нас будет выключатель и принципе ну теплый пол здесь будет зона вот именно сюда туда разведем чтобы как минимум обувь грелась а там уже будем смотреть насколько это нам будет нужно удобно так сделана еще одна розетка в коридоре с другой стороны двери здесь за мусором нашим не особо видно но она там есть это на всякий случай если вдруг допустим будет там стоять обувь и я захочу подключить туда сушилку подобных планировалась она здесь но есть пуф не даст возможность который будет здесь стоять в углу то будем подключать с той стороны то есть ну как минимум запасная розетка также по свету здесь у нас будет одна зона света вторая зона света и сюда вот будет третья зона света возможно мы еще перекинем провод оставили в запасе и сделаем еще одну точку потому что здесь у нас по идее будет зеркало на шкафу купе и чтобы ну как можно больше освещения было при переодевании думаю это важно также розетка будет двухклавиш на которого будет включать сначала вот одну зону света ну и этого будет достаточно для передвижения а если нам надо максимум дать света в коридор и будем включать вторую клавиш которая как раз таки все это включит далее пойдем наверно в зал и оттуда а еще немаловажная такая части здесь у нас не будет ключ к под слабо . но я просто не увидел нужды я допустим слабо . сверху размещен тенки подниму вверх и снизу в виду в нее вот эти вот так вот все провода либо вниз посмотрим то есть ну просто быть слабо . из стены будут в нее торчать правда тем более здесь у нас будет шкаф до в основном под верхнюю одежду и может вот такая зона там под какие-то полочки да и все это в принципе закроется то есть место здесь будет предостаточно давайте посмотрим сюда у нас входит это можно обратить внимание что три силовых кабеля и три слабо . почему так посмотрим я вам все расскажу и покажу почему так сделано показываю сразу сюда на стены здесь у нас давайте начнем со света тут со светом все просто вот он выключатель выключатель здесь у нас будет двухклавишный который будет включать вот он висит уже основной свет в квартире здесь одна коробка на него сделано и второй свет будет уходить вот именно сюда здесь у меня будет стоять компьютерный стол и над ним будет скорее всего две лампы как и буду включать я еще подумаю может отдельно может еще что то ну в общем планирую два источника света чтобы был максимально он сильный для того чтобы хватало камере снимать качественную картинку для записи видео и прямых трансляций без установки как допустим его себя дома вообще не сделал дополнительный прожектор и так далее то подобно то что это мешает по электрике по электрике у нас три полом три коробки здесь сделано да расскажу да заходит основная уходит сюда первое влево с нее у нас расходится еще на две розетки первая розетка у нас здесь возле дивана планируется будет для двух подключений сюда у нас ушла она получается и переход в другую коробку которая делает развод у нас розетка ушла одна на подоконник там также вышел туда слабо . для подключения роутера если вдруг у нас основной интернет отвалится то самая лучшая связь всегда на окошке то есть мы там поставим 4g модем и будет дополнительная как бы возможность подключения к интернету для всей квартиры то есть 4g сети здесь мтс допустим работает хорошо возле окна повторюсь потому что в квартире в самой отходишь от окон пропадает железо бетонная все бетон здесь тоже неплохой в этом же к в этом убедились и проверили потому что как только попадали бетон это прям мурак и далее у нас уходит вот с этой же коробки сюда под телевизор силой кабель здесь у нас одна розетка под телек 2 запасная и третье у нас сюда приходит также слабо . то есть получается на слабо . на подоконник слабо . под телевизор и давай по розеткам сначала это закончим здесь у нас смотрите друзьям будет стоять компьютерный стол с этой коробки мы опустили два кабеля один намного розеток сейчас по правилам вообще надо опускать в каждую коробку свой кабель и не соединять их перемычками но здесь у меня планируется просто ставить зарядки телефоны там часы заряжать там куча гаджетов которые надо постоянно заряжать это будет все находиться на компьютерном столе они потребляют много энергии и будут именно использоваться для зарядки допустим каких-то своих гаджетов внизу будет отдельный кабель туда подключаться систем блок и также туда подошла собо . собственно еще один кабель который третий был силовой уходит таз отдельно на кондиционер то есть как его розетки не будет будет заходить именно в блок на этом по залу как бы все просто ничего сложного нету давайте зайдем в нашу спальню что мы имеем в спальне можно сразу посмотреть спальню у нас приходит аж четыре трассы чтобы сразу заметили одна понятно сразу это у нас свет вы давайте сразу по свету что мы сделали сделали здесь во-первых перекресток у нас будут вот здесь у нас включатель и вон там будет включатель и выключатель со стороны окошка также там размещен выключатель под бран который у нас будет в правой стороны от кровати и с этой стороны тоже выключатель под бра и собственно как бы на этом свет именно здесь заканчивается то есть у У нас перекресток между двумя розетками и центральным светом над кроватью. И получается, ну, только бра. Идем дальше. Один отдельный провод у нас пришел сразу же на сплит-систему. Тут надо будет обязательно все подробненько заснять, чтобы при установке непосредственно сплит-системы не пробили кабель бра, либо самой сплиты. Ну, надеюсь, что будут грамотно восстанавливать из компании тепло-холод. Кстати, ребята, я им все засниму, все покажу. Далее у нас приходит силовой кабель на электрику здесь. Что у нас имеется? У нас имеется возле каждой кровати по одной розетке. Здесь при входе у нас одна розетка имеется. И также у нас силовая розетка имеется под телевизор. Также две для подключения чего-либо. Ну, телевизор, какая-нибудь еще там запасная билиберда. И сюда также приходит слаботочка именно под этот телек. Также отдельно мы сделали вот сюда вывод в подоконник две розетки для того, чтобы, ну, что-то тоже поставить на зарядку. Просто, знаете, у нас жизнь превращается в то, что надо все заряжать. Скоро будем мы себя от розетки заряжать, чтобы хорошо спалось и было все прекрасно. Ну, это как вариант, говорю. Поэтому сделали дополнительная зона. Возможно, здесь какой-то цветок расположится. Рядом с ней что-нибудь поставим и будем заряжать, чтобы не упустить. Так, это еще и знаете, почему? Вдруг у меня возле моей стороны кровати не станет, как он правильно называется, тумбочка. И я не смогу уложить, допустим, телефон на тумбочку заряжать. То пришел сюда кинул. Телефон должен быть рядом. Я летом 24 часа на связи постоянно, чтобы вам помогать и отвечать на все ваши вопросы. Очень часто сталкивались, когда мои подписчики ночью оставались в городе. Просто не зная, что делать, звонили и мы их выручали. Поэтому должен быть телефон рядышком обязательно. Здесь у нас получается 4 кабель идет отдельно, который выводит у нас электрику просто на новый уровень. Здесь у нас теплый пол отдельно заходит и мы еще прокинули розетки. Они тоже относятся у нас к этой комнате, которые висят там. То есть отдельный кабель 4, он пришел на теплый пол. Здесь у нас выключатель находится, который включает свет на балконе. И на балконе у нас расположены, ну по бокам не буду заходить, а с двух сторон сделаны две теплые розетки. Теплый пол сделан для балкона, для той зоны. Вдруг мы сядем по бокам, там квадрат этого теплого пола, стоимость 1000 рублей его. Дороже будет стоить даже, наверное, вот этот подрозетник сам, выключатель, включатель этого теплого пола. И сели, допустим, захотели, включили, чтобы ножки были в тепле. Потому что балконы на нижнем этаже у нас не обогреваемые и, ну, пол будет постоянно холодный. Я думаю, это будет комфортно. Будем включать, не будем включать, не знаю. Сделаем, не сделаем, не знаю, но предусмотреть мы предусмотрели. Все, в принципе, по этой комнате я рассказал. Вроде бы казалось, простая комната, столько много слов было сказано. Двигаемся дальше, пошли, Евгений. Дальше мы, наверное, зайдем в туалет. А, нет, давай по коридору еще, наверное, здесь расскажем. Смотрите, зацепим коридор и как раз таки они будут касаться туалетных комнат. У нас здесь все розетки из ванной туалета вынесены в коридор. Для того, чтобы исключить попадание какой-либо влаги. Потому что вы все знаете, что комнаты у нас это мокрые зоны. И там постоянно, особенно в ванной, в душевой, да, там будет постоянно влажно. И чтобы в коробках не было у нас, так сказать, ну, провода не ржавели, не окислялись, мы все коробки выносим оттуда. То есть, если вы делаете, видите, что у вас электрик что-то сделал в вашей ванной, какое-нибудь соединение, граните его нахрен. Вот просто по-другому даже не стоит говорить. Здесь у нас подходят розетки, заводятся в ванну. У нас там их гораздо больше. И свет. Что мы имеем здесь на стенах? У нас здесь будет датчик общего теплого пола, который будет расположен и там, и здесь. То есть, и в туалетной зоне, и в ванной зоне, да, именно под ногами. Тут буквально там три квадрата, максимум четыре этого теплого пола надо. Ну, мы решили вот именно в таком исполнении сделать. Ну, датчик включили, включился там и там. Не стали делить на зоны, потому что еще датчики эти дорогие. Дальше у нас выключатель, который будет двухклавичный. Будет отдельно включать у нас два света. Идем сюда, покажем сразу. Здесь вот один свет будет у нас вот здесь, и второй здесь. Потому что, ну, хочется, чтобы максимально ярко было. И будет здесь у нас вторая клавиша включать вытяжку, которая будет непосредственно, ну, вытягивать у нас. Чтобы надо вытяжка, включил. Не надо, чтобы не будить соседей, выключил. Ну, далее, здесь у нас по стенам, давайте по розеткам. Ну, это самое простое, это подзеркало подключения питания. С правой стороны у нас отдельная розетка, тоже 220 подведено. О, еще ты много говоришь сегодня. 220 подведено, и здесь у нас будет именно подключение для фена там и всего остального. Здесь у нас под стиральную машинку заведено. Он у нас, этот провод на отдельном кабеле. И у нас здесь под полотенцесушитель сделано. То есть, это в общую систему розеток. Полотенцесушитель у меня будет электрический. Я нигде не буду ставить водяной, потому что они очень часто текут. Собственно, на этом ванная комната закончилась. По туалету двухклавичный выключатель. Все коробки вынесены сюда. Здесь у нас входит три провода. Один пойдет на розетку, которую вот здесь сделал в самом начале санузла. То есть, он там будет седалища. А здесь мы сможем воткнуть телефон, допустим, для зарядки. Бывают такие возможности, когда человек в Анапе у нас не слушает меня. Или я иду, не слушая вас, где-нибудь что-нибудь съел. И потом очень много времени приходится проводить у белого друга. Бывает. Очень часто. Ротовирус это не фантастика, это наша жизнь. И чтобы было интереснее, говорится, там доходиться. Ну ладно, на этом юмор мы закончим. Здесь у нас отдельный кабель пришел на бойлер. Мы планируем сделать, но 50 на 50. Потому что что-то в ваших советах, как кстати, бы хотелось услышать. У нас куб воды стоит 150 рублей горячий. 180, прошу прощения. Выгоднее ли будет нам за 40 рублей холодную воду подогревать? Или поставить бойлер? Так что советуйте, это будет очень-очень важно и интересно. Один выключатель у нас включает вентилятор. Второй выключатель у нас включает свет. То есть отдельно мы также сможем выключать. Вдруг у вас что-нибудь надо будет по-тихому тут, так сказать, сделать. Ладно. И еще я сюда завел один кабель. Идем, тут его надо показать. То есть вот мы его сюда подвели. Я думаю на счет того, чтобы сделать систему защиты от протечек. Чтобы при попадании на клеммы у нас замыкалась система и перекрывала подачу холодной и горячей воды на всей квартире. То есть это можно сделать, допустим, на кухне. Сделать здесь и сделать здесь. То есть, ну пока я над этим думаю. Если у вас есть какие-нибудь готовые интересные решения, напишите мне вконтакте. Можете видеосюжеты присылать, будет интересно. Ну и сейчас самое сложное, самое важное и самое главное. Это то место, в котором 99% времени проводят, наверное, все жители своих квартир. Это кухня. Это душа квартиры. И я надеюсь, что она у нас получится просто восхитительная. Заходи, не стесняйся, показывай. Здесь доходит, я вам сейчас почитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь линий силовых кабелей плюс одна слаботочка. Вопрос, посмотрите, так мне в глаза. Нахрена, да просто? Ну потому что так надо. Теперь по всем по порядку. Первое, здесь у нас будет теплый пол. Это прям обязательно на кухне даже не обсуждается. Это удобно, классно, практично. Потому что вот даже сейчас, вот мы находясь в квартире, ну кофту я мог бы снять, но так и красивее просто выгляжу, поэтому не стал снимать. Ощущаю себя вполне тепло и комфортно. А если у меня еще будет теплый пол, я такой вышел, прям с удовольствием прошелся, с утра взял чашечку с кофе, то будут вот такие видосы потом выходить, и у вас будет настроение еще больше подниматься. Итак, давайте, теплый пол. Все, дальше у нас здесь будет два двухклавичных выключателя, чтобы сразу разобраться по свету, я вам об этом расскажу. Здесь у нас будет делиться на четыре зоны свет, то есть вот здесь, где будет находиться варочная панель, будет помывочная зона, будет один источник света, softbox висеть, который мы клацнули одним двухклавичным выключателем, и вот он включился. Если нам хочется вот еще и вторую зону, да, включить, здесь у нас будет там нарезка, холодильник заглянуть, да, мы клацнули второй и включился вот, допустим, этот. Можем оставить чисто этот, можем этот оставить, ну, то есть вот такое переключение. Дальше у нас планируется здесь у нас вот расстояние, которое позволяет где-то метр сорок пять купить какой-нибудь диванчик, пуфик, не знаю еще, что здесь будет. Ну, здесь будет зона такая вот лакшери отдыха, будет стоять столик, и над ним отдельно будет висеть softbox, вдруг там какая-то игра настольная, либо еще что-нибудь. В гости кто-нибудь приедет, там, вина кубанского попробовать, чтобы именно здесь, и вся кухня нам не нужна. Мы сели, включили телевизор, в котором мы подвели также слаботочку и розетки, и сидим, наслаждаемся как бы мероприятием. Здесь у нас будет стоять стол, над которым мы также вывели, может быть, какой-то просто, так сказать, знаете, подстаренул свет сделать. В общем, будет висеть, опускаться свет сюда вниз, и на одном двухклавичном выключателе, вот на этом, на втором, у нас будет отдельно зона отдыха и отдельно зона над столом подсвечиваться. То есть, также по свету у нас еще одна на 220 заведена, ну, полторашечку мы закинули вот сюда, для подсветки именно зоны. Сделали ее в угол, ну, потому что многие так хотят, чтобы она в углу была. Далее, давайте, что у нас на отдельных автоматах? На отдельных автоматах 3 на 4 кабеля у нас здесь стоит варочная панель. Это, ну, единственное усиление кабеля по квартире, в основном, везде мы используем 2,5 на 3, это по розеткам, и 1,5 на 3, это по свету. Ну, то есть, это электрика, вся электрика ГОСТовская, я уже не вспомнил название кабеля, но хороший, классный кабель. Мы где-то в видео показывали, какие материалы там, и по ценнику, что было по материалам там, так что он есть. Если что, перемотайте назад. Далее, что еще на отдельную выключать у нас приходит? На отдельную посудомойку выведена, сделали ее со смещением, чтобы посудомойку придвинуть как можно ближе. То есть, кабель мы убрали в соседний буквально ящик. И также у нас отдельно холодильник, для чего, если вдруг мы всю квартиру отключаем электрику, мы сможем оставить только один холодильник и уехать из квартиры. То есть, у нас будет в одной реле и холодильник работать, все остальное будет отключено полностью. И отдельный еще, но на кондиционер получается. Думаю, именно по сетям мы все вам озвучили, что как есть. Далее, ну теплый пол я говорил, здесь еще две розетки будут. Потому что у нас здесь будет зона такая вот кухонная, на которой будет стоять чайник. Именно в нее, ну как можно подкрутить чайник и может быть еще. А потом дальше уже пошла варочная панель. Поэтому вот сюда мы разместили как раз-таки еще две дополнительные розетки. Розетка у нас есть под вытяжку. Здесь, смотрите, вот про советы, да, которыми я воспользовался, как раз-таки относятся вот к этой зоне. То есть, у нас по плану вот здесь будет стоять посудомойка. Здесь дальше столешница и холодильник. Ну и мы разместили вот сюда, где-то посередине между холодильником и посудомойкой, розетки сделали. Ой, нет, мы хотели вот сюда разместить. Это мы уже потом сделали. То есть, вот сюда разместили, чтобы вот оно примерно находилось и подальше от мокрой зоны. Потом я пришел в гости на одну из квартир в ЖК Фамильном. Я недавно показывал там ремонт от узбеков. И получается, я посмотрел, как там сделана микроволновка. Хотя многие говорят, что от них отказываться надо и так далее. Ну, это удобно. Сейчас быстрая жизнь и о здоровье мы, наверное, сейчас не думаем. Можем будет стараться пользоваться реже, но в любом случае на кухне, на моей лично она будет присутствовать. И там вот снизу с пола сделан такой большой шкаф, и в него встроена микроволновка. Я посмотрел, мне это решение понравилось гораздо больше, чем как мы хотели просто, ну, ее повесить под шкафчиком. Но это минимум. Ну, и после этого было принято решение буквально в последний день сделать еще один дополнительный кабель и розетки уже разместить непосредственно посередине между вот этим стройкой микроволновки и раковиной. Вот так теперь я правильно рассказываю. Здесь мы сделали четыре розетки, ну, как можно больше каких-нибудь приборов подключения. Далее я был еще в одной квартире, друзья. И, возможно, вот эти розетки, ну, как минимум одна у меня улезет просто сюда вверх. Я увидел, что можно оставить свободной зону для разделки-отделки, да, разделочную, так сказать, но микроволновку оставить встроенную. Ее просто поднять к верхнему шкафу, который сделает чуть побольше, и под него сразу купить микроволновку. Вот так, скорее всего, мы и сделаем, чтобы у нас и зона эта была, столешница гораздо больше, и микроволновка у нас была со встройкой. Такой вариант, как бы на маленькой кухне мне понравился гораздо больше для решения. Дальше у нас розетка здесь будет для тех, кто будет сидеть на диванчике, чтобы можно было удобно что-то тоже подключить, подзаряжать. Потому что, ну, еще раз говорю, век гаджетов, технологии. Далее, вот здесь у нас стол. Сюда мы не ставили в бетоне делать розетки посередине, потому что, может, какое-то панно будет. Мы сделали вот сюда в стенку, здесь будет двойная розетка вертикальная, единственная во всей квартире вертикальная, с которой можно будет подключить все, что угодно, что будет стоять на столе. Ну, вот, наверное, и все. Фу, выдохнем. Итак, мы подошли к завершающему этапу, это прощание с вами. Я хочу поблагодарить Евгения Пустынникова и его одноименный канал с тем, что они помогли мне сделать электрику. Также отдельное спасибо главному электрику Анапы Павлу, который прокладывал все трассы и отвечал именно за техническую часть исполнения. Ему огромное спасибо, профессионал своего дела. Спасибо, что ты не отказался мне помочь. И также, друзья, смотрите, ребята занимаются не только электрикой. Сейчас они делают у одних из моих подписчиков ремонт. Именно в это время, без, так сказать, перерывов на новогодние праздники. Все продолжается и двигается вперед. Если вам надо любые виды ремонта, какие-то доделки, недоделки, переделки, обращайтесь напрямую и озвучьте свой номер телефона Евгения. Наш номер 8-918-672-90-99. Друзья, видео будет обязательно на моем канале, когда закончится ремонт, месяц-полтора, там не очень торопится хозяин. Поэтому заходите, смотрите наши видео, подписывайтесь на канал. Всего доброго, вам желаем хороших ремонтов. И Юрий, побыстрее закончить его ремонт. Не спешу, на самом деле, главное. Хочется уже посмотреть, как все будет в его квартире. Не один ты такой. И еще, друзья, ссылочка на канал, номер телефона, если вдруг вы не расслышали. Все будет под видео, в описании, в первом комментарии. Я искренне еще раз говорю, благодарен. И действительно счастливый обладатель, просто крутейшие электрики в Анапе. От души. Всего вам доброго. До свидания. И ждем ваших комментариев. Злых, хороших, плохих, нехороших. Все учеты, недочеты. Потому что пока можно что-то там сделать, доделать, переделать. Пишите. Также еще хотел добавить, что все коробки проварены. Но об этом видео было, я думаю. Все, всем пока-пока.